Готовы подхватить коллеги из Керченского филиала телерадиокомпании «Крым»? С нами на связи Екатерина Рябова. Катя, доброе утро. На полуострове погодные условия весьма непредсказуемы. Декабрь был теплым, а в январе выпал снег и значительно похолодало. Готовы ли вы к капризам крымской природы и коммунальные службы в вашем городе? Готовы? Отвечайте, как на духу. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. В самом восточном городе полуострова, точно так же, как и во всем Крыму, действительно очень переменчивая погода. Вот буквально вчера уже выпадал первый снег, он растаял сегодня тепло, однако никто не знает, какой погода будет завтра. О том, насколько готов город-герой к таким переменам метеоусловий, о некоторых других вопросах жизнеобеспечения, мы сегодня поговорим с нашим гостем Игорем Носковым, директором муниципального унитарного предприятия «Жилсервис Керчь». Игорь Иванович, доброе утро. Доброе утро. Игорь Иванович, как начался для коммунальных служб год? Я знаю, что у нас сменился региональный оператор, который занимался вывозом мусора. Не возникло ли сложности в этой связи? Ну, если сравнивать с прошлым годом, конечно, мы этот год уже прошли более спокойно. Все службы у нас работали в штатном режиме, мы не меняли никаких графиков, то есть для нас праздников абсолютно не было. То есть все коммунальные службы работали в стандартном, заранее запланированном графике. И руководство города отметило положительно, как убирался город, как вывозился твердокоммунальные отходы. Хотя, правильно вы сказали, в этом году у нас поменялся уже представитель региональный. Если в прошлом году было сервисное агентство, в этом году победила на конкурсе компания УМС. Мы с ними провели переговоры. Переговоры, конечно, шли не очень просто, но благодаря настойчивой позиции и главы администрации Сергея Вадимовича Бороздина, нам все-таки удалось убедить эту компанию. Мы заключили с ними договор этот год, пока на три месяца, правда. И это в том числе позволило нам не ломать, скажем так, наш привычный распорядок работы. И, соответственно, жители практически не заметили праздничные дни. Тем более, что мы, зная, что в местах массового скопления людей именно организовали дополнительные дежурства. То есть у нас каждый вечер дежурила вторая смена дворников, в том числе. Дежурные машины, дежурные дворники работали. И, соответственно, это помогло нам оперативно устранять, скажем так, несанкционированные накопления мусора. Понятное дело, хочется отметить, и в этом году, как никогда, и жители тоже совсем по-другому относились к этому. То есть они когда видели, что вокруг работают и трудятся постоянно наши рабочие, соответственно, вот прямо так, чтобы мусор где-то накидывался просто под ноги, такого не было. Мусор организованно накапливался именно в тех местах, где это и предназначено. То есть за это отдельное спасибо нашим крымчанам и керчанам. И, соответственно, и нам было проще его сразу же вывозить. То есть мы сделали столько подборов, сколько это надо. То есть, в принципе, нигде никаких свалок люди глазами не увидели. То есть из-за того, что наши службы оперативно это все делали. У нас, конечно, были небольшие сбои в соцсетях. Это, скажем, люди все видели. То есть поменялась немножко работа. Если раньше у нас управляющая компания Рэмбетсервис сама вывозила мусор, то в этом году мы совместно с УМС вывозили дома их. И с первого числа не удалось нам, наши машины поехали, выкатки не было. Соответственно, в некоторых домах с мусоропроводами не был вывезен мусор. Но в течение 2-3-4 числа мы эту проблему ликвидировали, наладили. То есть вот этот был небольшой сбой, досадно небольшой сбой. Это вот самые большие проблемы, которые были с мусором в этом году. Насколько у меня есть информация, в прошлом году было все намного глобальнее и страшнее. Сегодня мы по организации сбора и вывоза мусора работаем практически на всей территории нашего города, за исключением Оршинцево, Героевки и части города, городской территории. Поэтому мы стараемся себя как бы дальше держать, не расслабляться. И у нас подход такой. Мы не считаем, где наше, не наше. Мы знаем, что если мусор есть, его надо убрать. Поэтому все наши контейнерные площадки, вокруг контейнерных площадок, наши территории, мы глобально стараемся убирать. Игорь Иванович, большое спасибо вам за беседу, за информацию. Я напомню, что сегодня нашим гостем был директор муниципального унитарного предприятия Игорь Носков. О том, как готовится город в зиме, о том, что для этого делается. Мы еще будем рассказывать в наших информационных выпусках. Коллеги, вам слово. Большое спасибо, Катя, вам и вашему гостю. Желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. Вспоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябулан.